На церковные службы жители Путилкова ходят не первый год во временный храм, но в дни престольных праздников всех прихожан он уместить, конечно же, не может. Верующие часто обращались с просьбой о возведении новой святыни, и в 2011 году их прошение было услышано. Вот уже пять лет в деревне строится приход. Освящен центральный предел храма будет в честь архангела Михаила, говорит настоятель. Пределы будут в честь иконы Божьей Матери «Неувидаемый цвет», в честь святого отрока Артемия Веркольского. Этот праздник уже давно празднуется, как престольный в Путилково, тем более, что поскольку это святой, который просеял свои святости в юном возрасте, то для детей, для воскресной школы. Это такой вот образец, пример, наряду с преподобным Сергием Радонежским, всегда детям рассказываем о нем. Также предел в честь преподобного Александра Свирского. Храм архангела Михаила точно будет виден всем издалека. Высота от фундамента до вершины центрального креста более 43 метров. Кроме того, он станет одним из самых вместительных. Согласно проекту, здесь могут находиться во время службы до тысячи человек одновременно. Необычным стало и украшение, фасады иконами. Лики написаны по специальной технологии, которая позволит сохранить их первозданный вид многие годы. И это далеко не все новшества. С строительной точки зрения новая такая технология куполов, которые мало где используются. Там специальный стеклопластик, композитные материалы, то есть, чтобы был более долговечный. Вообще для путевку это, я думаю, большое событие. Инженерные сети уже проложены, а внутренние помещения пока заняты строительными лесами. Идут отделочные работы. Внутри, на данный момент, пока понять, что он будет белым, так же, как снаружи. Какой-то образ такой белоснежной невесты можно, наверное, употребить. Но со временем, дай бог, будет возможность, силы, желания людей, потому что тут много всяких факторов, которые складываются, чтобы найти и хороших конописцев, и средства для того, чтобы приобрести и краски, и прочие вещи, расходные материалы. Поэтому, на данный момент, пока будет снаружи, внутри, он будет белым. Еще одна примечательность строящегося храма. В его основании есть необычная стена. Выложена она из именных кирпичей. Поучаствовать в сотворении святыни могли все желающие. Пожертвовав церкви по сильную сумму, эти люди становились не только меценатами, но и летописцами родного края. Правда, со временем кирпичи будут закрыты внешней облицовкой, говорит настоятель храма. Но имена благотворителей не затеряются. Их разместят на фасаде. Очень много приняло участие людей. Больше нескольких тысяч человек. Из разных городов, некоторые через электронные средства связи, через интернет, на наш сайт переводили деньги. Первую службу в новом храме планируется провести уже в конце лета этого года. А после – в планах начало строительства духовно-просветительского центра, одного из ведущих в епархии. О нем давно мечтает митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, да и все православные верующие.